Вопросы на самообсуждаемую для сегодняшних абитуриентов тем, а именно работа приемной комиссии Казанского университета, продолжает волновать будущих студентов и их родителей. Ответить на них смог ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета в режиме реального времени, участвуя в программе прием КФУ-2017. Здравствуйте, звоню из Москвы, меня Сергей зовут, по поводу дистанционного заключения договора. Если вы заверенную копию отправляли в электронную почту, документы находятся у нас, и вы имеете возможность заключить договор дистанционно. Для этого вам следует позвонить в договорный отдел и изъявить свое намерение дистанционно заключить договор. Вам выпишут договор, отсканируют его и сканированную копию отправят на ваш электронный адрес, который вы указали при регистрации на сайте. Тем временем первый приказ о зачислении уже готовится к выходу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, последний день подачи оригиналов на первом этапе, дата и время подачи? У нас в университете прием документов заканчивается 26 июля, и до 1 августа, до 18.00, вы можете, имейте возможность, занести свой оригинал при установке, что если документы или заявления вы уже подали. Списки подавших заявления и оригиналы в Казанский федеральный университет ежедневно обновляются и растут. И в связи с этим абитуриентов продолжает волновать вопрос заселения. Мы как бы иногородние и планируем, значит, проживание в общежитии от моего ребенка. Ну, во-первых, я хочу сказать, что общежитием обеспечивается 100% первокурсников, иногородних, которые нуждаются в общежитии. Они будут жить в наших 100 городках. Количество мест студенческих общежитий – это 13,5 тысяч всего. Прошедшая программа также подтвердила, что тенденция изучения IT, программирования, а также естественно-научного блока продолжает расти. Скорее всего, интерес к наукам не ослабеет и в этом году. Праведливо полагать, что с каждым годом новая волна ажиотажа будет не только возвращаться, но и нарастать. Аделья Шамилова, Универньюс.